Рад вас приветствовать, дорогие мои зрители! Сегодня в этом видеоролике я хочу показать, как можно из обычного унитаза сделать биде. Чтобы у вас было как бы два в одном. То есть, пользоваться и унитазом, и биде. И чтобы ни то, ни другое друг другу не мешало. Для чего это нужно? В первую очередь, сэкономить финансы. Так как то, что я вам сегодня покажу, абсолютно доступно каждому моему зрителю в плане финансов. Это первое. Второе, это экономия места. Например, вы хотите установить биде, но у вас в комнате, где находится унитаз, нет просто физически места для его установки. Либо нет возможности купить само биде, так как оно стоит не очень дешево. Я долго искал ответ на этот вопрос и все-таки нашел его. В этом видео я покажу, как сэкономить и всего лишь за 5 минут сделать из обычного унитаза биде. Если вам интересно, устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Итак, сейчас я вам покажу, что для этого понадобится. Вот такая вот небольшая коробочка без названия. Здесь находится набор сантехнических принадлежностей для того, чтобы из обычного унитаза сделать биде всего лишь за 5 минут. Приобрел я этот набор на Озоне. Также есть на Валберис. Стоит он 2500 рублей. Но если поискать, можно и за 1600 найти. Внутри у нас находится вот такая вот пластиковая штуковина. Сейчас мы ее встроим и посмотрим, как она выглядит. Вот такой вот регулятор, который выбирает режимы струи. При покупке можно выбрать, чтобы этот регулятор был, например, не с правой стороны, а с левой стороны. Стоимость одинаковая. К тому же вот здесь установлены две форсунки. Они вот так вот выезжают и под разным напором, под разным давлением стреляют струей. Сами знаете куда, в общем, для чего биде устанавливается. Вот снизу этого устройства есть вот такая вот резьба и выход для подключения шланга. Убираем ее. Дальше. Инструкция, естественно, на английском языке. Но, в принципе, она не нужна. Все подключается очень просто или, можно сказать, интуитивно. Стоим этот пакетик. В нем находится гибкий шланг высокого давления. Также такие пластиковые шайбы. Две штуки. Вот они. С вот такой вот резиновой прокладкой. Вот, в принципе, и все. Итак, сейчас я покажу, как это устанавливается, а затем покажу, как это работает. В качестве инструмента для установки понадобится вот такой вот инструмент. И, возможно, рожковый ключ входящего диаметра, так сказать. Итак, друзья. Первым делом нужно снять вот эту вот крышку от унитаза. Для этого снизу откручиваем два вот таких вот крепления. Затем легким движением руки извлекаем из посадочных мест вот эти вот пластиковые болты. Далее нужно установить вот этот вот тройник, чтобы впоследствии к нему подключить гибкий шланг и запитать водой саму насадку для биде. Вот этот тройник устанавливается под бачок унитаза. У меня он выведен снизу. У кого-то он может выведен с этой стороны, у кого-то с этой снизу. А у некоторых унитазов они выведены сбоку. Либо с этого, либо с вот этого. Сейчас я покажу. Вот он. Подключен шланг с гибкой подводкой и холодной водой в бачку унитаза. Сначала нужно отключить подачу воды от этого шланга, затем снять шланг и установить вот этот тройник на его место. Устанавливаем тройник, подсоединяем к нему гибкий шланг и выводим его на эту сторону, так как у нас место установки будет с этой стороны. Далее берем вот эту вот насадку, переворачиваем ее, вот сюда вот устанавливаем, чтобы она стала четко. И шланг вкручиваем вот в эту резьбу. Шланг я подсоединил снизу. Все уплотнения идут на резинках, поэтому не нужно использовать специализированные фунг-ленты и разного рода резьбовые герметики. После того, как все соединения вы подключили вот здесь и под бачком, включаем центральный водопровод и проверяем все соединения. Если у вас ничего не бежит, можно устанавливать крышку унитаза. Следующим шагом нужно установить две вот эти центрующие шайбочки, которые уже будут регулировать саму посадку. Выставляем их, чтобы отверстия совпадали с болтами под крышку. Вот так все это дело будет выглядеть. Теперь остается установить вот эти вот пластиковые гайки и закрутить их на пластиковые болты, которые крепят нашу сидушку. То же самое нужно сделать и с обратной стороны. Вот и все, друзья. На установку этого устройства, которое делают из обычного унитаза, биде, ушло буквально пять минут. А если посвешать, то можно ложиться и за пару минут. Вот так все это дело выглядит красиво, аккуратно. Сейчас я покажу, как это работает. Если вы хорошо присмотритесь, то с этой стороны вот этого поворотного краника нарисована попа. Это значит для подмывания вашей попы. Ее поворачиваем сюда, выезжает вот эта форсунка и подмывает зад. Вот с другой стороны нарисованы такой значок женщины, как на женских туалетах. Поворачиваем сюда и подмываем сами знаете что. Принцип действия вам понятен. Постараюсь сейчас показать, как работает все это дело, чтобы вам было видно. Потихонечку. Вот, опа, видели, да? Ладошку не подставил, но улетела на пол унитаза. Теперь другую. Вот, тоже струя очень сильная. Не поворачивал до конца, чтобы не обрызгать туалетную комнату. В общем, в принципе, понятно все. Работает все просто шикарно, выглядит классно. Берите на заметку и пользуйтесь. Вещь действительно классная. Я никого не рекламирую, названий никаких не называю, да и вот эта насадка, она не имеет названия. Скорее всего, производство Китай. Продается как на Алиэкспрессе, в Амазоне, в Азоне и в Альберисе. Найти может каждый. Модификаций разных целая куча. Но я советую всем читать отзывы. И если хорошие отзывы, то, естественно, покупать именно в том месте. Надеюсь, мое видео было вам полезно. На сегодня все. Желаю всем добра, удачи, успехов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.